Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас страх перед сетевым бизнесом? Ответьте мне честно на этот вопрос. Есть ли страх у тех людей, которые приходят на ваш бизнес, на ваши предложения? Так вот, сегодня я расскажу об основных страхах, с которыми сталкивается предприниматель MLM бизнеса. Хотя эти страхи и не только в MLM бизнесе. Они происходят в любом виде бизнеса и в обычной жизни. И расскажу о том, как же с ними бороться и нужно ли это делать вообще. Первый страх, который преследует абсолютно всех новичков и даже иногда не новичков, у меня не получится. Что вам нужно делать с этим? Вы можете и сам с собой поговорить, можете новичку своему рассказать. И показать, самое главное, примеры тех людей, которые уже чего-то добились в этом бизнесе. Может быть в общем, взять примеры миллионера. Может быть взять примеры вашей команды. Я думаю, если ваша команда успешная, то их достаточно много. И объяснить человеку, что у всех этих людей две руки, две ноги и одна голова. Поэтому каждый может в этом бизнесе чего-то добиться. И конечно же, нужно взять проверенный рецепт. И он у нас есть. Вот, например, в моей команде Freedom Online есть четкая схема, пошаговая схема. То есть это является рецептом того, как в бизнесе можно чего-то достигать. Единственное, что человек должен понимать, насколько быстро именно он может достичь тех или иных результатов. Не существует одинаковых шаблонов. Каждый человек идет к своему успеху по-разному. Но он идет к нему. И очень часто люди расстраиваются, берут в пример какого-нибудь лидера, берут в пример своего спонсора. Или человека, который находится в параллельной структуре, в параллельной веточке. И он тоже хочет достичь точно таких же результатов. И конкретно за точно такой же срок. Но такого, ребят, не бывает. У каждого, еще раз повторюсь, свой путь. Кто-то растет медленнее, кто-то растет быстрее, кто-то быстро достигает вершин, но может приостановиться. А кто-то идет с постоянным ростом. Поэтому нужно это понимать. И зависеть все будет, конечно же, именно от тебя. Второй основной страх – это страх некрасиво выглядеть перед людьми. Поверьте, он есть в каждом из нас. И во мне, и в тебе. Когда тебе стыдно заниматься каким-либо делом. Почему же иногда людям стыдно заниматься ML-бизнесом? Тем бизнесом, который на самом деле очень популярен. Который приносит очень много денег. И который действительно развивает тебя как личность. Ну, давайте перечислим те моменты, из-за которых, в принципе, и произошла такая репутация сетевого маркетинга. Первое. Ее разносят те люди, которые ничего не добились. И таких достаточно много. Вы знаете, можно сравнить с открытием магазина. Многие ведь люди не хотят, например, открывать магазины. Почему? Потому что они говорят так. Ну, вот Вася открыл, у него получилось. А вот Петя и Маша открыли, у них не получилось. Это можно найти в любом бизнесе. В сетевом – то же самое. Есть люди, у которых ничего не получается. Естественно, они распространяют негатив. И кричат на каждом углу, что это плохой бизнес. Второй момент – это пирамиды. Сетевые пирамиды – это то, где нет продукта. И сетевые пирамиды очень часто долго не задерживаются. Поэтому люди их боятся. И они не могут разделить два понятия. Понятие MLM-компания, сетевая компания. Или же MLM-пирамида, так называемая. Поэтому люди путают, и они боятся идти, чтобы не потерять деньги. Они помнят о том же МММ и так далее. И вот это тоже навевает на них страх. Страх и стыд, к сожалению. Просто не надо путать эти понятия и грамотно научиться человеку давать разделение между пирамидой и действительно бизнесом MLM. Также стыд прививается такими людьми, которых я называю люди-хапуги. Это люди, которые привыкли только брать. Когда они предлагают вам какой-то товар, продукт, бизнес, они залазят буквально к вам на голову. Они ложат каталог вам на голову и заставляют вам взять его с собой. То есть это люди, которым все равно, что вы получите от этого бизнеса. А ведь так нельзя. Человеку нужно сначала что-то дать. Дать ему возможность заработать. Показать ему, как он может здесь вырасти. А не просто захотеть взять с него денег. И вот именно благодаря, в кавычках, таким людям и прививается боязнь сетевого маркетинга. Боязнь быть некрасивым для других людей. Также есть такой момент, как реклама. Сетевые компании, они очень редко рекламируются по средствам массовой информации. А у нас люди как привыкли, что если товар или услуга рекламируются средствами массовой информации, значит это все правда. Почему-то вот такое вот есть убеждение. Значит это правильно, значит это не обман. Хотя уже многие люди не раз убедились, что это не так. Но все равно вот почему-то в голове у многих стоит такой момент. И конечно же нормальная, хорошая, качественная сетевая компания, она рекламирует сама себя. И не нужно платить на радио, на телевидение, потому что она с помощью людей рекламирует сама себя. И вот это вам тоже стоит рассказывать людям, у которых есть какие-то определенные страхи. Также сетевой маркетинг, он например в России и в ближних странах не признан как официальная профессия. А у людей есть в голове такой затор, что если это не официально, если этому не обучают в университетах, значит это может быть является каким-то грязным и черным трудом. Но это опять же не правда, потому что если бы это было так, эта профессия была уже запрещена естественно. И этого бизнеса бы не было. А посмотрите, насколько он сейчас популярен. Но скоро это исправят. Ведь президент страны издал указ о том, что скоро сетевой маркетинг именно как предмет будет преподаваться во многих университетах. Третий страх это страх неуверенности в себе. Человек приходит и он не уверен в себе. Почему? Потому что в первую очередь он сам не верит в этот продукт, он не верит в этот бизнес. Опять же, что сделать для того, чтобы человек в это поверил? Показать результаты других людей, которых вы лично знаете, которые общаются с вами, ваших спонсоров и так далее. Опять же, человек должен понимать, что в любом бизнесе, в любом абсолютно, да, будь то он мастер маникюра, он предлагает свой бизнес другим людям. И всегда есть отказы. Всегда. И отказы, они должны только вас тренировать. Есть такая замечательная методика «тысячи нет». Она всем довольно-таки известна. Когда человек берет и каждый отказ или каждый, наоборот, успех записывает в тетрадочку. И потом он смотрит. Вот на этой неделе он, например, получил там, допустим, 50, нет. Но в то же время он получил 20, да. И ведет статистику. И он может даже контролировать, что он делает не так, почему он получает эти отказы. Работать конкретно над этими возражениями, над этими случаями. И потом усовершенствовать и что-то внедрять другое. Ну, совет, вот, допустим, со спонсором, со своим, что же можно изменить в этом случае. И таким образом человек будет видеть статистику, что есть-нет, но есть и да, и что эти да растут. И он совершенствуется. Поэтому никогда не нужно бояться отказов. Еще одна ошибка распространенная, что мы хотим навязать свое мнение. Вот человек должен быть партнером в нашей команде, и все, и он не имеет права на отказ. И нас это очень болезненно ранит. Опять же, это огромная ошибка. Дайте право человеку сказать вам «нет». Дайте право на свое собственное мнение, потому что его собственное мнение сложилось под воздействием каких-то факторов, которые попадались ему в течение жизни. И он имеет право думать по-другому. Никогда не будьте навязчивым. Дайте время подумать. Или, может быть, человек действительно не хочет этим заниматься всю свою жизнь. У него есть какой-то другой вариант. Просто давайте человеку возможность. Когда вы идете к человеку, вы не должны идти на какую-то дуэль словесную, да, вот что вы предлагаете. А человек обязан послушать вас, услышать вас и сделать то, что вы ему сказали. Вот это огромная ошибка. Просто дайте ему возможность. Четвертый страх – это страх вложения. Многие люди боятся, что здесь нужно вкладывать. Опять же, это все зависит от того, в какой вы компании работаете. Есть очень много компаний, в которых нужно быть просто потребителем товара, да, например. И человеку можно объяснить, что ты и так тратишь каждый месяц, например, эти деньги на определенные виды товара. Ты делаешь подарки, ты берешь что-то себе, ты, допустим, можешь что-то продать и так далее. Поэтому смысл в том, что ты просто поменяешь обычный розничный магазин, в который тебе надо идти, на оптовый магазин, когда тебе приносят товар домой. Или ты идешь в магазин своей компании. Второй момент, что да, есть компании, где нужны какие-то вложения, чтобы стать партнером. Но опять же, тут тоже можно объяснить это в каком ракурсе. Что где еще в каком бизнесе ты вложишь небольшую сумму денег, а потом на выходе ты заработаешь огромное количество денег. Можешь стать миллионером, получить много привилегий от компании, квартиру, машины и так далее. То есть здесь будет все зависеть, естественно, от компании, но в любом случае ни в одном линейном бизнесе не существует такого, чтобы не было вложений. Причем, чтобы открыть, например, тот же небольшой магазинчик, нужно намного больше денег. И всегда есть огромный риск, что он свалится. А здесь есть четкая система, здесь есть примеры людей, которые зарабатывают эти деньги и которые действительно приводят вас к результату. Пятый страх, страх неудач. И этот страх, когда человек ставит себя ниже других, он не уверен в себе. Здесь ему нужно обязательно работать над своей самооценкой. То есть человек думает, конечно, вот он смог, у него там, допустим, нет троих детей. Этот человек смог, вот у него внешность, допустим, какая-то уникальная. Куда мне до этого человека? Это все неправда. Любой, абсолютно любой человек сможет добиться результата не хуже другого. Единственное, что нужно это понимать. Нужно работать над собой, развиваться постоянно, обязательно. Работать на собственной самооценке. Вот взять мой пример. Я человек, который работал на обычном наемном труде, зарабатывал совсем немного денег. У меня нет какого-то высшего экономического образования. То есть по профессии я вообще филолог английского языка. И я, может быть, тоже когда-то не думала и смотрела на людей, которые добились чего-то с такой мыслью, что куда мне? У нее, видимо, там звезды как-то встали. И вот это из головы человека нужно просто убрать. И объяснить ему, что если ты будешь развиваться, ты будешь обучаться, ты будешь тратить столько же времени, сколько ты тратишь. Допустим, если ты идешь на работу с 9 до 6, то ты можешь добиться еще больших результатов. Второй пример. У меня в команде есть люди, которые добились быстрее меня и больше меня, хотя они пришли позже. Таких случаев миллион. Очень часто люди, новички приходят и перепрыгивают своих спонсоров. Поэтому просто верь в себя и научи верить в себя, свою команду и своих новичков. И последний страх, который на самом деле существует, о нем мало кто говорит. Это страх личностного роста. Вроде бы все хотят расти и развиваться, но на самом деле многие этого просто боятся. Им легче сидеть в своей зоне комфорта, никуда не выходить и жить на одном и том же уровне. Может быть, вы слышали, что есть такие люди, которые говорили, «А зачем мне это надо? Я и так умный, я так все знаю. Я не хочу расти. А, тренинг? Нет, мне это совершенно не нужно. Прочитать книжку? Ой, да когда-то я что-то подобное читала». К сожалению, вот такие люди, они и останавливаются в собственном развитии. Так нельзя, так нежелательно делать. И таких людей очень много. Именно они не растут. Да, однозначно, в сетевом бизнесе нужно развиваться. Нужно выходить из зоны комфорта и менять, например, привычный сериал на вебинар от специалистов. Понимать, что где-то нужно съездить, посетить какой-то тренинг. Где-то нужно прочитать книгу, не любовный роман, а, допустим, книгу по саморазвитию. И многие просто не хотят этого делать. И, естественно, у них возникают такие страхи. Поэтому примите этот страх. Возьмите и купите себе книгу. Возьмите и запишитесь на какой-то вебинар. Вы будете развиваться, и этот страх будет уходить сам собой. И делайте то же самое со своими партнерами. Обучайте их тому же самому. Вы знаете, и к этой же теме я хочу сказать, что очень часто мы боимся меняться, потому что очень болезненно относимся к тому, как на это реагируют наши знакомые, друзья. Родители в том числе. И когда люди начинают тебя тянуть назад и говорить, да что ты, зачем тебе это надо, пойдем лучше там, выпьем с тобой бутылочку пива, как старые добрые времена, а ты хочешь расти. Ну ты думаешь, ну как же я потеряю друзей. Таких друзей, с которыми я рос с детства. Не бойтесь потерять. Помните, как в притче о малахитовой шкатулке, когда вы меняете свой внутренний мир, все вокруг меняется. Да, может быть поменяется окружение, оно точно поменяется. Но поверьте, люди, которые будут рядом с вами, это как раз те люди, которые вас любят и уважают за то, что вы делаете, за то, что вы растете. И никак наоборот. Знаете, у меня есть большой опыт преодоления своих страхов. Я на самом деле очень много в жизни над этим работаю, работала и буду работать. И хотелось бы с вами этот момент обсудить. Вот расскажите, с какими страхами вы сталкиваетесь каждый день? Расскажите, какие страхи живут внутри вас, какие страхи у ваших новичков, ваших партнеров. Вы можете писать эти вопросы и комментарии внизу под этим видео. Я обязательно вам отвечу, все объясню, расскажу. И я, конечно, очень благодарна, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Скоро будет очень много новых крутых видео, где я буду стараться отвечать на все такие наболевшие вопросы, которые задают мне часто люди. Я буду делиться своим опытом. А он у меня уже есть. И, конечно же, если вам это видео понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok